ну шо можно уже идти сейчас стемнеет и можно буквально 30 40 секунд я тебя позову не выглядывай не подглядывай не выкукивай сейчас когда темно он выглядит намного круче я не могу уже ждать подожди уже почти стемнело сейчас луна полностью покажется и можно будет 1 2 3 все так выходи выходи только поворачивайся ко мне спиной открывай открывай люк где гирка так ты не ломай открывай его к с ума сошла это блок так тихо 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 спиной 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 и спиной спиной давай иди иди сейчас мы с тобой подойдем к кораблю и тогда ты сможешь развернуться давай давай чуть-чуть налево давай вот так вот так давай давай нет вдруг мне не в собачью будку налево вот еще еще повернись немного вот так вот так вот сейчас прямо назад ну смысле назад прямо давай 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 не страшно уропатка крылатая давай так вот так вот вот так вот мы почти кат с тобой пришли главное не оборачивайся чтобы это был сюрпризом катя еще не видела даже баяк первое впечатление так немножко направо вот сюда ко мне вот сюда давай давай вот так назад назад сейчас а последнюю парочку шажков все стоп 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 там я скажу когда оборачиваться все стой 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 хукать я потел над этим маяком примерно четыре часа а то даже и больше я его подготовил только для того чтобы он тебе понравился поэтому на счет раз-два-восемь а можешь разворачиваться если ты конечно готова то я готов подожди подожди можно мне зелье стремительности вы на себя развить как хочешь давай короче ладно без него бы 1 2 8 просто это что за бурж халифа можно ближе подойдет стоп стоп куда чувствует унитаза с унитаза посмотреть высоты хочу погнали пошли на унитаз давай тогда быстренько унитаз срочно давай пашка сашка наташка машка всем привет и чего приспичило на унитаз ты смотри ты чё на лодке поплыла обогнала меня давай забирайся как я стараюсь я думала ты со мной на лодке будешь бесконечный вот этот маяк который крутится вот там светится он освещает всю площадь которая здесь только есть огромный это самое высокое здание в майнкрафте в нашем городе не учитывая лифт лифт не считается лифт это не знаю а сральник он это даже выше чем сральник кать не может быть может быть часто заберешься часто сам ок не стоп-стоп-стоп стоп-стоп стоп-стоп стоп в смысле что то есть выше чем мой сраль нида на вот сейчас это у нас вот маяк выше чем сральник и еще же выше можно подожди по дать тебе джди подожди 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 а пока кому там так светится переливается это как это ты сделал тихо 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 ща мы все переиграем ты это как будто не записывал не вставляет а серию только вот этого не было то что я сейчас записал этого я не записывал я же заново начну как будто бы хорошо я не паровая насчет 1 2 3 начинаю за давай 1 2 3 ляськи маяськи сейчас еще быстренько вот с высокой точки видишь то что маяк выше чем стральник твой золотой выше очень долго полдня на это угробил половину всех наших ресурсов я гонял в эту глиняный бьем добывал вот эту терракоту потом добывал еще кварц вот эти наблюдатели и крафтил вот эти redstone лампы крафтил короче как не спрашивай просто смотри я смотрю я не понимаю как это работает ну куб не пойду посмотрю поближе нет стоп 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 поближе нельзя поближе мы пойдем только тогда когда мы выполним первую часть нашего плана и уговора с тобой даже помнишь грибная корова точно это то что подписчики в комментариях писали ну то есть у нас сейчас есть обычная корова грибная красная а подписчики сказали то что если трезубцем во время молнии ударить красную корову она станет коричневой один раз мы уже пытались это сделать но как я помню зарубасосе на к вот эту корову поэтому у нас не получилось поэтому кать бегом домой потом бы посмотрим еще в этот моя в конце серии мы в него пойдем прям внутрь внутрь маяка мы пойдем давайте сюда хоть у нас и есть грибная корова но я тебе не дам ее превратить в коричневую потому что возможно ты и опять убьешь как это тело в предыдущий раз поэтому садись на лодку ты знаешь где находится грибной биом иди еще за одной коровой я тебя здесь жду при собачью сюда и потом на всякий случай у нас сразу будут две коровы которые мы постараемся превратить в коричневый ахати погоди погоди я знаю где грибной биом находится ты хочешь чтобы я одна ночью туда отправилась учитывая что у меня из броньки целая остался только шлем ты взрослая девочка взрослая девочка в майнкрафт играешь уже давно умеешь играть так чуть-чуть садись в лодку и пиндюлься в грибной биом без коровы не возвращайся и ладно хорошо а ты готовься готовься красножопик скоро ты коричнево жопиком станешь добрый путь нога пахи попринь так лариса не выпендривайся мы уже почти дома он лучше посмотри какой маяк красивый стоит о здорово я тебя вижу смотри я ларису притащила ты уже имя ей дала что ли до полное имя мари ларис антуанет и дрить колотить она францужинка что ли да и минус первого поколения с 1 поколения так хорошо как раз таки идет до сюда ее надо сюда ее надо как раз таки идет дождик три зубе cтво и при тебе всегда всегда при тебе все иди сюда ларисом антония манман мари ларис антуанет mario Лариса Антуанет, вторая первого поколения, да? Минус первого поколения. Так, отойди, отойди подальше, отойди подальше. Я её держу на поводке. Ты попробуй её хотя бы не убить. У нас есть два шанса. Или вот эта, или та вторая, Лариса. Я не знаю, кто из них выживет. Не, ну, конечно, Лариса Мария Антуанет, она у нас из великих родов. Она у нас чистая аристократка, поэтому будет плохо, если ей что-то случится. Отойди подальше и просто прицель с трезубцами бросай ей куда-то в ногу. Ты готова? Я готова. Мари, Лариса Антуанет, вы готовы? Молчит, ну ладно. Готова, давай. Ой-ой-ой, волнительно, волнительно и страшно. Всё, давай, раз, два, три. У-у-у! Получилось? Ну как ты видишь, если ты не дай тоник, ты видишь, что получилось? Она коричневой стала, Катя! Мари, Лариса Антуанет, моя дорогая! Француженка коренная! Просто пошли, пошли, пошли! Катя, мы не забыли, мы читаем комментарии всех подписчиков. У нас здесь просто я не знаю, как назвать вот этих всех коров. Просто семья уродов каких-то. Тут у нас красная, тут у нас коричневая, тут у нас перевёрнутая, вот ты единственная нормальная. Да нет, это всё вообще не из тех родов. Вот только Ларис, Мари, Сэн, Антуанет. Да ты уже будешь с этим Мари, Сэн, Ларису, Пердуанет. И иди в этом, иди цветочки собирай. Чашки? Нет, я, я за чашками пойду, а ты иди цветочки собирай. Только вот эти цветочки не трогай, они для вот этих. Нет, ка... Они для пчёлок. Всё, поняла, сейчас принесу. Ты чё там забыл? Спайдер-мен нафиг. А у нас тут две коровы, так-то. Всё, три цветка есть, бегу. Слушай, у нас тут коров развелось на самом деле. Подожди, то есть если обычной миской на неё тыкнуть, тогда получается... Обычная рагу? Собака, тушёные грибы, да, обычные получатся. А если вот сейчас подписчики сказали проверить... Опять что ли? Иди сюда! И... Иди на меня! Иди на меня, я говорю, собака! Не трожь! Коза такая драная! Так, давай проверим теорию подписчика. Я беру, тыкаю по ней одуванчиком. Я её покормил одуванчиком. Сейчас беру и миска. Загадочная рагу! Попробуй так же, попробуй так же. Вот тыкни. Давай, давай. Цветочком тыкни, давай. И тарелку. И тарелку, давай. Так, цветочек, на, держим. Ларис, Марис. Вот это вот. Теперь так. Загадочная рагу! Чё, бахнем? Давай, бахнем! Готово? Да! У кого плохой эффект, тот лох. Давай, раз, два, три. Давай, раз, два, три. Ночное зрение. А мне вообще ничего не дало. Ну, если мне ничего не дало, значит, я не лох. Ну, я тоже не лох, у меня ночное зрение. Ну, слушай, полезная корова, полезная. Цветами её просто кормить, она нам будет всякие супчики загадочные давать. Я ещё хочу, ещё хочу, сейчас цветок один взорву, пчёл. Кать, маяк, маяк. Сейчас, сейчас, подожди, 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 подожди. Подожди, Мари, Антуонет, Лариса, сейчас. Меня уже тошнит вот этого имени, хоть я с ней знаком буквально в пять минут. все посреди осмотреть ничего попу бракованное какое-то молоко даешь и вот это загадочная работа еще с тобой мы чуть позже разберемся кать всю маяк 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 пришло время для туда пойдем мы просто посмотрим что там интересного и вернемся обратно да а лодка где лодки нет потерялась какой он высокий и огромный просто пошли пошли давай у него быстренько вы просто сундучок так там там просто ресурсы с помощью которых я это все строил давай заходить красиво он очень высокий на него очень долго надо подниматься учитывая то что здесь очень много этажей но мы поднимемся прямо на самую верхушку вот это последний этаж где можно посмотреть в окошке вот смотри у меня уже тошнит этой лестнице смотри как красиво все отсюда не бой как красиво все отсюда видно но как это еще также не конец давай ты за мной да 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 тут просто какая-то странная лестница ну ладно пошли давай заходи фиолетовая бронька это мне да ну ну все все вот это ну только для тебя здесь в том плане то что эта комнатка я ее специально для тебя здесь построил как ты видишь здесь розовый ковер здесь фиолетовая просто обычная кожаная покрашенная бронька я даже тебе подружку при тащил на самом деле она сама сюда залезла ты заметила ее неудивительно я ее заметила я подумала что за фигня но не стала об этом говорить конечно потому что все может быть все может быть слыша она под изначальной на всякое проклятие да это вот кто то ты не видишь то что она не светится обычная броня а ну да кстати а чё можно надеть да если хочешь можешь надевать обычная броня здесь нет никакого подвоха ты же мой строитель инженер и вообще дизайнер портной долго я долго конечно строил этот маяк долго но вот наконец-то достроил так сейчас разберемся ботиночки какие как снять и фиолетовый шлем вот она я ты снова фиолетовый просто тебе к лицу посмотри на меня я вот она к лицу просто тебе фиолетовое это что такое вот это это стойка для брони нет вот это а вот это а но это не еще в недоработанные до конца технологии туда на самом деле лучше не заходи ты видишь это какая-то кабинка это типа технологии будущего просто вот я боюсь а это выход мы оттуда пришли вообще-то все вот такой вот красивый маяк который я уверен будет сто процентов украшать наш город до конца потом когда кать 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 тихо я я я я я я я я тихо так ладно я броньку сниму потому что я не хочу ее портить это будет моя потайная комната и все такое сейчас мы слушай но ты сюда можно самом деле приходить тогда когда тебе станет скучно типа когда там я буду где-то в командировке в другом биоме ты можешь сюда приходить и тусоваться с этой пчелочкой как ее поставить то не умею вот все пусть хранится здесь да все-все давай текай давай такой вот хоть я тебе еще раз говорю там ничего интересного потом я дострою живой маяк сфигали то твой я его строил принципе все что здесь ты как бы строю все моё ну и твою частично я этот маяк наблюдаю на своем острове логично значит эта комната тоже да изначально же этот остров был для кати я готовлю тебе на твой день рождения вот это 14 февраля я я не хотел его тебе показывать до 14 февраля ну смотри сама решай сама я как бы здесь ни при чем хочу сделать просто зайти вот надо зайти да и все точно закрывать особо двери надо как хочешь просто зайти надо но я тебя предупредил так я как-то странно начала видеть как как будто через этот тыквенную семечку индеками тыквенную тыкву вот эту вот башку вырезанную я говорю просто технологии еще не доработаны это должны были быть очки виртуальной реальности но я их зачарил случайно не на тот эффект который должен был зачарить вот ты можешь посмотреть ну ладно это вырезанная тыква зачаренная на проклятие несъемности да да вот именно приклятие несъемности на тыкве вот я тебе я тебя тебя ты сама сказала то что ты сейчас хочешь надеть я тебе сказал то что технологии до конца еще не доработаны и технологии виртуальной реальности ты виртуальной реальности пипец это значит твой подарок на день рождения ну подожди помнишь я тебе дарила броньку на такую же эффект несъемности помнишь да помню она сломалась а тыква то как сломается ну так вот и подарок был в том то что броньку как бы ты можешь сломать и она пропадет а тыква никогда в жизни не пропадет и не сломается поэтому кать удача тебе в жизни ну иди сюда я же не черта даже не вижу как тут разломаю весь маяк ты 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 увидел дарова ёпки тут у нас кредель новый какой-то браток по вот иди с кати познакомься ну слушай ты сможешь снять тыку только тогда когда сезон выживания закончится вот и все заканчивается в эту же секунду я не собираюсь дальше играть в это ой я думаю это ты а теперь вы на меня плюетесь идите вы все знаете куда собаки такие попистяки нафиг вас всех нафиг ты получила свой подарок на день рождения получила и в этот раз подписчики не смогли меня тебя спалить потому что мы записываем эту серию выживания сразу же после того как я записал троллинг поэтому никто не смог спалить меня кати а я щас тебя сама спалю окей нет не надо меня палить короче кать вот это хороший тебе там знакомства с тыквой я уверен то что ты с ней очень много времени проведешь вот вечность вот ну все давай я все пока все всем было приятно с вами познакомиться и мне с вами не и вам со мной но на этом сезон выживание просто заканчивается не собираюсь так играть дальше ну посмотрим сможете катюха снять эту тыкву к следующей серии выживания да если она конечно будет м